Организаторы крестного хода отмечают, что с каждым годом участников становится все больше и больше. Да и возраст велосипедистов растет. В этом году самому старшему участнику 75 лет, а ребятня уже завсегдатый. Я не представляю этого праздника без нашей традиции. То есть я с детства, когда привык, что надо крестный ход, у меня как расписание. Надо вот и крестный ход, а без него даже не праздник будет. Прежде чем выехать на городские улицы, участники хода получают инструктаж от сотрудников госавтоинспекции. Более 100 велосипедистов в сопровождении машин ДПС проследовали по улицам города и Пионерскому проспекту. Конечной точкой стала часовня преподобного Серафима Саровского на территории Санатория Жемчужины России. Протяженность следования составила 12 километров. Я с самого детства участвую в этом крестном ходе. Для меня это как традиция уже. Я очень рада, что опять поехала сюда, потому что для меня праздник Покрова ассоциируется как раз таки с крестным ходом. Крестный ход также приурочили к 270-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова и 70-летию Великой Победы. Для участников мероприятия провели экскурсию по мемориалу времен Великой Отечественной войны. Русь жива, живет и будет жить благодаря подвижничеству героев, простых даже людей, благодаря вере, которая неиссякаема, которую не истребить из души народной. У часовни прошел концерт, а завершилось мероприятие праздничным молебном. Субтитры создавал DimaTorzok